здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня у нас в гостях евгения магдача специалист по уходу за растениями как садовыми так и домашними и сегодня мы хотим поговорить по поводу выбора земли для комнатных растений мы сегодня съездили уже в магазин абин и выбрали разные трофогрунты выбрали перлит выбрали много-много всяких вариантов и сегодня евгений нам все расскажет здравствуйте начнем сразу распаковывать землю посмотрим что мы купили потому что мы можем очень долго читать то что написано на упаковке но пока мы грунт не откроем пакет не откроем мы не поймем что на самом деле находится в упаковке и подходит ли она нам для выращивания комнатных растений это у нас универсальный почва грунт называется добрый добрый помощник посмотрим насколько это помощник добрый если вы хотите работать землей то обязательно перчатки нужно надеть есть люди которые пренебрегают этим средством защиты но в грунте могут оказаться какие-то острые веточки иногда попадаются кусочки стекла то то за что можно зацепиться поцарапаться в общем лучше всего технику безопасности лучше соблюдать давайте вот насыпем грунт в горшочек и посмотрим что у нас там есть вот этот грунт он в основном состоит из торфа если в нем и есть песок то его очень мало и если мы его сжимаем то он вот слипается в такую вот в такой комок такой грунт можно использовать но перед использованием в него лучше добавить структурирующие какие-нибудь элементы такие например как перлит вот такой вот компонент это такой белые небольшие гранулы вот так вот вот они вот так вот выглядят более крупки крупные более мелкие это природный материал он инертный то есть он не разлагается днем не содержится никаких питательных веществ принципе его даже вниз не в виде смеси а вот не перемешанном виде его можно использовать для укоренения растений там нету никаких питательных веществ посмотрим чем уровень кулит нас отличаются давайте насыпем просто земли ну тут более мелкая фракция да 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 больше в принципе он ничем не отличается да боль больше в общем-то ничем не отличаются эти материалы они хорошо впитывают воду хорошо отдают ее потом растениям и используются именно как для того для того чтобы структурировать почву то есть можно его использовать либо фермикулит либо перлит то есть они еще дополнительно задерживают влагу ну да но не сильно они задерживают влагу это не гидрогель который впитывает воду а потом ее медленно отдает они просто скажем так нормализуют водный баланс то есть такой свойствами прямо именно и на удерживание задерживание влаги не не обладают и в общем-то эти это хороши а гидрогель что вы думаете по поводу гидрогеля а по поводу гидрогеля если у вас растения не уличные они не пересыхают очень сильно то в домашних условиях ну не имеет смысла его использовать но с гидрогелем тоже нужно быть осторожно даже когда вы выращиваете балконную культуру потому что очень часто именно из-за того что влага задерживается растения начинают чувствовать себя не очень хорошо и гораздо чаще довольно удивительно но тем не менее гораздо чаще болеют мучнистой росой когда растение сидят именно земле которые смешивались гидрогелем вы не рекомендуете я не рекомендую и распакуем грунт для декоративно лиственных растений больше всего землю для декоративно лиственных растений добавят азота потому что декоративным лиственным растениям нужен азот для того чтобы формировать красивые листья с насыщенным цветом здесь у нас написано что в состав грунта входит еще известняковая мука и комплексные удобрения разнообразные посмотрим что у нас вот ну вот мы смотрим на следующую землю и в общем то видим что целом это тот же самый торф ну то есть отличие в целом мало ну немножко более коричневый ну скорее всего это цвет зависит от того какой торф берется тут даже дело не в цвете а в том что структура структура почвы в общем то не очень хорошая и сажать растения именно вот в такой вот чист чистый торф не очень хорошо то есть они будут себя плохо чувствовать торф очень хорошо набирает воду как я уже говорила очень долго и удерживает а потом пересыпи при пересыхание вот этот торфяной комок очень тяжело промочить и вот эти вот верховое низовой это для комнатных растений существенная история как правило просто не написано на пакете на пакете как ненависно вообще история несущественная один из них честно говоря я уже не помню какой более кислый но в целом если применяются раскисление такое как доломитовая мука то все равно общий пиаж все равно сводится к нейтральному в целом не имеет значение часто это даже смесь торфов разнообразных то есть вот эту землю тоже вот в таком виде прямо из пакета я бы не рекомендовала использовать и прежде чем ее использовать нужно добавить опять же либо вермикулит либо перлит либо песок следующий грунт у нас тоже универсальный так вот здесь уже написано что он кроме торфа содержит так также структурирующие добавки как такие как перли перли посмотрим что если у нас там перлит да перлит есть я уже вижу комочки тоже есть ну вот это вот уже торфа смесь которая сделана из торфа опять же и туда добавлен перлит насколько я помню нашу закупку стоимость этой земли было гораздо выше чем то что мы распаковывали раньше дело в том что производство земли вот это вот смешение чем дороже тем чем больше компонентов в грунт вы смешиваете ну вот насколько целесообразнее покупать отдельно землю в отдельно развлеклители или купить уже будут готовы с перлитом мне такое впечатление что добавить самостоятельно туда как дешевле и проще я опираясь на свой опыт могу сказать следующее что обычно я покупаю самую такую простую землю точнее торфа смесь в магазине сразу же попутно покупаю песок и и либо вермикулит и либо перлит и делаю смесь самостоятельно я уже очень много лет выращиваю комнатные растения и у себя дома и сынских центрах я ухаживала за растениями офисах ресторанах вот мой опыт говорит что лучше всего взять какую-то универсальную землю и именно сделать смесь самостоятельно итак последний пакетик который мы приобрели это грунт для кактусов мы решили посмотреть чем грунт для кактусов отличаются принципиально от универсальной земли или для декоративно-лиственных отчет я не вижу никакой разницы вообще да по моему больше всего похож на универсальный который у нас был пишут что кроме торфа у нас здесь должен быть речной песок ну честно говоря нет ну можно конечно попробовать его гроза развести вот какую-то горсть земли в воде и отстоять ее и посмотреть а сядет ли песок но вот чисто визуально никакого песка не вижу преподаватель по почвоведению нам когда-то говорил что если вы сомневаетесь весь если в грунте который вам нужно провести исследование в почве если песок то взять и пожевать скрипит ли на зубах или нет ну вот честно говоря не хочу как-то нет не будем не нужно как мне кажется процент песка должен достаточно внушительный чтобы уже было визуально как бы да да как нужен очень большой процент песка то здесь как минимум половина объема горшка должен составлять песок или вермикулит то есть как готовую почвосмеси для кактусов это мы не используем нет 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 ни в коем ни в коем случае то есть растения суккулентные в такой почвосмеси будут страдать и очень плохо себя чувствовать хотя на пакетике нигде не указано что этот грунт нужно готовить дополнительно то есть он продается как уже готовый к сожалению по этикетке никакая когда красивая этикетка никакая красивая упаковка нам не гарантирует то что растение можно сразу посадить в этот грунт не устраивая каких-то дополнительных действий вы простой надо покупать значит самый обычный трофогрунт и дополнительно его уже смешивать с песком перлитом вермикулитом да это в принципе равна равноценные структурирующие частицы можно использовать либо то либо другое то что уже больше нравится или покупать прозрачном пакете покупать прозрачном пакете да спасибо евгения надеюсь что сегодня вы разобрались с грунтом который вы будете покупать или своих комнатных цветов в ближайшее время и с евгением мы еще встретимся и пообщаемся на другие темы спасибо ставьте лайки подписывайтесь на наш канал м 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